Мы готовы к тому, чтобы делиться по идеологиям, а не по группам влияния, не по группам интересов. Нужно встречаться, общаться даже с теми людьми, с кем вы не согласны. Мы дозрели до этого. Это ведь определенный уровень и политической культуры. Далеко не каждый человек, которому есть что сказать, говорит. Государство, власть загнала нас в угол. У нас нет традиции брать на себя ответственность и отвечать за то, что ты сделал, либо не сделал. Большинство молчат. К сожалению, большинство молчит. Почему? Потому что когда не говорите вы, начинают говорить за вас. Я был, остаюсь и намереваюсь оставаться адвокатом. Салям алейкум. Это проект Меркес. Крымско-татарское социальное пространство настолько небольшое, настолько локальное, поэтому любая публичность, особенно если она связана с социально-политическими процессами, рассматривается у нас как амбиция, как заявка на политическое участие. Джимиль Бей, вы не первый раз у нас в студии, и я уже однажды вам задавала вопрос, Джимиль Темишев, адвокат или политик? Мне кажется, что функции адвоката в нашей сегодняшней ситуации, они давно уже вышли за пределы представлений и защиты интересов граждан, крымских татар вообще, просто граждан. Как вы отреагируете на это? Как вы отреагируете на повторение этого вопроса? Я уже неоднократно был и на вашей площадке, и на других, и мне задавали эти вопросы, и незменно я отдавал ответ. Я адвокат. Просто в силу своей профессии я сталкиваюсь с политиками, сталкиваюсь с проблемами, или, скажем так, с политически мотивированными уголовными, административными делами. И выполняя свои профессиональные функции, я невольно на какой-то период времени для кого-то создаю иллюзию своих политических амбиций, как некоторые воспринимают. Но я стою своей профессией любимой в адвокатуре, и политиком себя не считаю. Вот, например, вы можете участвовать в судебных заседаниях, вы можете составлять какие-то процессуальные документы, выступать в судебных прениях, но от этого вы не станете адвокатом. Безусловно. Так же и я не стану политиком или профессиональным политологом, высказав свое отношение к тому или иному политическому событию, поддержав или вступив в конфликт с тем или иным политиком. Я был, остаюсь и намереваюсь оставаться адвокатом. Вот эта вот включенность в политические процессы, включенность вообще в политическую повестку, она очень и очень характерна для нашего крымск-катарского сообщества. То есть наша повестка дня, и мы все в ней находимся, в этой повестке дня. И поэтому каждый считает возможным и нормальным давать какие-то комментарии на эту тему. Но вот эта вот аура дополнительной ответственности, которая возлагалась раньше, допустим, на просто грамотных людей, в эпоху начала национального движения, в последующем возлагалась на учителей-врачей, аура дополнительной ответственности, она откладывает какой-то отпечаток. Почему каждый грамотный, профессионально подготовленный специалист у нас считает своим моральным долгом каким-то образом включаться в этот политический диалог, скажем так, с кем бы то ни было, во внутренней, во внешней и так далее? Я бы не согласился с вами. Не каждый, далеко не каждый, к сожалению, далеко не каждый человек, которому есть что сказать, говорит. Даже, что касается моей профессии, очень много адвокатов крымских татар, которые предпочитают вообще не участвовать в этих громких, резонансных, неоднозначных судебных процессах, не давать никаких комментариев, не высказывать свою позицию по делу. Поэтому это скорее исключение из правила. Большинство молчат. К сожалению, большинство молчит. Это к сожалению? Да. Почему? Потому что, когда не говорите «вы», начинают говорить за вас. В нормальном, свободном обществе люди не должны позволять другим говорить за себя. Мы должны сами говорить за себя. И не должны никому позволять это право у нас забирать. Многие опасаются давления извне. Кто-то опасается критики, непонимания внутри народа, поэтому молчит. Но этого делать не нужно. Мы должны постоянно говорить. Мы должны постоянно обмениваться своим мнением, своим жизненным опытом. И вот когда идет этот процесс, тогда выкристаллизовываются крупинки, я не знаю, алмазы здравого смысла, истины. Тогда общество развивается. Когда мы молчим, мы дегордируем. Поэтому нельзя замыкаться в себе, нельзя капсулироваться по группам, по интересам. Нужно встречаться, общаться даже с теми людьми, с кем вы не согласны, мнения которых вы не разделяете, которые вас просто раздражают. Но это часть нашего социума. Проект «Меркес» позволяет народу услышать разные точки зрения. Именно поэтому для меня он дорог. Именно поэтому я прихожу и поддерживаю этот проект. Этот проект и подобные им проекты. Я очень хочу, чтобы в нашем народе таких площадок было больше, на которых представители различных точек зрения, иногда диаметрально противоположных, могли встречаться и высказывать друг другу свое видение, свои претензии. И в процессе вот этого диалога приходить к каким-то контрапромиссам. Вы сейчас зашли на тонкий лед наших возможностей к нормальному диалогу, на тонкий лед нашего отношения к критике и вообще к присутствию критики, профессиональной критики, аргументированной критики. Мне кажется, у нас в этом смысле очень и очень большие проблемы. У вас есть такое ощущение, что мы не готовы к нормальному диалогу, не к взаимным обвинениям, не к претензиям, а просто к диалогу, в рамках которых выясняется позиция, вырабатывается какое-то рациональное зерно и те алмазы, о которых вы говорили. Мы дозрели до этого? Это ведь определенный уровень и политической культуры, и просто культуры, как минимум. Вопрос, конечно, тяжелый, болезненный. Скажем так, мы должны для себя уяснить, я думаю, это является бесспорным фактом, но еще раз нужно проговорить, что политическое многообразие, наличие права на другое мнение является признаком зрелости общества. Если мы хотим быть современным, европейским, развитым обществом, мы должны для себя принять данность. В нашем народе не должно быть цензуры, в нашем народе не должно быть безусловное право на истину последней инстанции. у какой-то силы, у какого-то политика. Это все, такая вот система, ведет народ, не знаю, в стадо, превращает народ в племя, которое нуждается в вожде, которое нуждается в лидере, которое нуждается в беспрекословном подчинении какому-то назначенному извне или выросшему внутри народа конкретному политику. Пусть даже этот политик на какой-то период обладает безусловным авторитетом и является безусловным благом для народа. В краткосрочной перспективе возможно это благо, но на дальней дистанции это безусловное зло. Здесь сейчас несколько моментов для меня очень интересных затронули. Во-первых, про то, куда мы движемся, каким обществом мы должны стать. Мне кажется, что у нас не было дискуссии относительно наших перспектив. То есть мы все так как-то опосредованно мечтаем о какой-то там форме самоопределения, но не вкладывая в эту форму самоопределения конкретные институциональные, институциональное значение с идеологическое значение, я не знаю, еще там какое-то политические какие-то формы. Есть ли у нас возможность сформулировать, ну не возможность, точнее, а способность сформулировать наше ближайшее хотя бы десятилетие и поставить перед собой цель, к чему мы стремимся, как крымско-татарское общество, куда оно движется. Знаете, есть такая практика в разных развитых обществах, когда вот ставятся там задачи тысячелетия, задачи десятилетия и так далее. И анализируя вот все то, что с нами происходит, я смотрела наши документы и последний документ, который хоть как-то обрисовывал наши там политические и не только политические цели, датируется 91-м годом Декларации о национальном суверенитете. Я думаю, у нас есть способность, не думаю, а знаю, и формулировать свои цели, и стремиться к их реализации. К сожалению, сейчас мы находимся в условиях, которые не позволяют нам в легальном, по крайней мере, правовом поле все это делать. Нацелены на то, чтобы, во-первых, нейтрализовать потенциал народа, всю пассионарную часть заставить молчать, а впоследствии нас ассимилировать. Поэтому мы понимаем, что мы не находимся в нормальном, естественном, здоровом состоянии, когда мы можем открыто говорить о своих проблемах, открыто вести диалог. К сожалению, государство загоняет народ в такое подполье или полуподполье. И мы вынуждены не договаривать, мы вынуждены что-то скрывать. Самая очевидная цель на ближайшие, как вы говорите, десятилетия хотя бы, стать субъектом. Стать субъектом политических процессов в Крыму. Неважно, этот субъект будет завернут в какой-то там флаг того или иного государства, но мы должны отставить свои национальные интересы, а не быть орудием в руках более крупных, более масштабных политических игроков. К сожалению, вот этой субъектности на сегодняшний день у нас нет. Мы являемся для одних таким досадным недоразумением, которое мешает проводить свое влияние в Крыму. Для других мы являемся неким таким крючком, с помощью которого Крым удерживается или пытается удерживаться в другом политическом пространстве, другом политическом измерении, но никто нас не воспринимает как самоценность. И только мы сами правильно расставив акценты сможем заставить, вынудить вот этих геополитиков или других более масштабных игроков считаться с нами. Чтобы проделать такую работу, очевидно, нужна не только способность, не только подготовка, которая в принципе у нас есть. То есть у нас есть разумные и мудрые люди, у нас есть образованные люди, которые вполне себе способны мыслить тысячелетиями, скажем так, ну или по крайней мере уж какими-то полувековыми периодами. Miller но вот в такой ситуации должен быть всегда механизм воспроизводства. Механизм воспроизводства идей, механизм воспроизводства смыслов, механизм воспроизводства элиты, механизм воспроизводства профессионалов. Все те самые мои любимые институты, о которых я неустанно пытаюсь говорить, не всегда меня понимают, но тем не менее я всегда стою на позиции о том, что любое общество жизнеспособно ровно до тех пор, пока есть вот эти механизмы воспроизводства чего бы то ни было, воспроизводства внутренней какой-то жизни, в данном случае крымско-натарской жизни. Мне кажется, вот в этом смысле мы проседаем, очень сильно проседаем, и какими-то кратковременными лозунгами, какой-то кратковременной реакцией на возникающие сигналы мы замещаем вот все то главное и важное, которое не формулируем. В такой ситуации разве возможно сформулировать какие-то вот, даже при наличии этой, условно назовем этой элитой? Я считаю, что возможно, и обосную свой вывод нашей недалекой, недавней, скажем, историей. Мы привыкли жить вот в системе тех самых институтов, которые незаконно запретили и лишили нас этого инструмента. Но до создания этих институтов у нас была другая практика, практика инициативных групп. Когда не было той организации, которая, на мой взгляд, незаконно запрещена, у нас была другая форма политической жизни, о которой вы говорили, это форма инициативных групп. И на сегодняшний день я считаю, что вот такая форма инициативных групп, тот, кто изучал историю над своим движением, прекрасно понимает, о чем я говорю. На мой взгляд, на сегодняшний день является наиболее приемлемой, эффективной, адекватной и жизнеспособной. Мы не должны замыкаться в себе, мы не должны уходить в такое вот тупое отрицание. Мы должны исходить из данности. Как вот есть такая фраза, высшая доблесть джентльмена заключается в умении работать с реальностью. Вот сегодня вот такая реальность, и она диктует свои какие-то условия. Мы не должны подставляться, но и не должны прогибаться. Вот эта форма работы народа и аккумулирования различных идей, реализации этих идей в жизни, это инициативные группы. Сейчас идет возрождение вот этой вот формы по всему Крыму. Я вот сам это вижу. Люди собираются, общаются, обмениваются опытом, поддерживают друг друга. На ближайшую перспективу я вижу вот именно такую форму возрождения инициативных групп. И соглашусь с вами, одновременно не соглашусь, потому что у этой формы есть две, так сказать, стороны медали. А вот с вами юристами, адвокатами о способности практически никогда не спорят. Вам в этом смысле повезло, так же, как и физикам-ядерщикам, потому что, чтобы поспорить с вами, нужна подготовка. Нам, политологам, повезло меньше, потому что у нас каждый, кто имеет какой-то опыт национального участия, считает себя политиком, считает себя геополитиком и позволяет себе давать какие-то оценочные суждения. И в этом смысле вот та форма, о которой вы говорите, я его называю активизмом. В этом смысле у меня возникает вполне такой себе рациональный вопрос. Привыкнув работать в формате инициативных групп или активистов, условно говоря, мы ведь не вырабатываем каких-то правил участия. Это ограниченная ответственность, которая связана только с вашей собственной принципиальностью, честностью и так далее. То есть это не перерастает в какие-то устойчивые и стабильные формы. То есть активизм становится нашим все. Активизм становится формой абсолютного включения. Активизм становится какой-то модной историей. Но активизм – это значит зашел-вышел. Это значит отсутствие каких-то прописанных или даже пусть не прописанных правил участия. Активизм не перерастает в нечто большее. И это вопрос больше об ответственности, Джимиль Бей. Как вы считаете, не увлекаемся ли мы слишком вот этими формами? Я тоже позволю себе согласиться и не согласиться с вами. С юристами, с адвокатами очень много спорят, очень много не соглашаются. Специфика крымско-татарская. Да. Очень много критикуют и считают себя, скажем, специалистами в области юриспруденции. С одной стороны обычные люди, с другой стороны другие же адвокаты, другие же юристы. И это нормально. Ну, профессиональная дискуссия – это окей. Это хорошо. Это хорошо. Что касается вашего утверждения о том, что каждый считает себя вправе давать политические оценки, высказываться о политических событиях. Я считаю, это тоже нормально. Это тоже хорошо. Это хорошо, что мы не отдаем никому право, скажем, высказывать свое мнение. Если мнение является необоснованным, пустым, оно просто вот как вода уйдет. А если это мнение, пусть не профессионального политика, не профессионального политолога, но мнение ценное, важное, народом оно будет усвоено. Поэтому это очень хорошо. Что касается нашего, как вы назвали это, активизма, а у нас нет другого выбора. Государство, власть загнала нас в угол, лишила нас возможности построения, воссоздания или построения новых институтов. И мы вынуждены быть активными. Чтобы не исчезнуть, чтобы не раствориться, мы вынуждены отставить свое право на жизнь, право на существование и быть активными. Это окей, когда вот такие времена, когда сложные времена. Но когда, собственно говоря, стабильность какая-то условная присутствует, мы опять возвращаемся к этой традиционной форме участия. Я к чему? Я про безответственность. Я к тому, что у нас нет традиции брать на себя ответственность и отвечать за то, что ты сделал, либо не сделал. Рано или поздно мы придем к этой необходимости. То есть привычка не отвечать за свои поступки рождает повторение тех ошибок, которые мы совершаем. Мы не усваиваем урок, как мне кажется. Я думаю, мы слишком строги к самим себе. Эти же явления есть во всех других обществах. Нет, я не говорю, что их нет. Я к тому, что хочется быть лучше, чем другие общества. Нам хотелось бы, или мы, может, в глубине души надеемся, считаем, что мы какие-то особенные, но мы такие же, как и все. Мы больны теми же болезнями, которыми болеют другие общества, другие народы, другие государства. Поэтому те факты, о которых вы говорите, они присущи любому человеческому обществу, присущи нам. Будут меняться обстоятельства, будут появляться новые политики, новые лидеры общественных мнений. И будем надеяться на то, что они будут лучше предыдущих. У них будет та самая ответственность, тот самый патриотизм, системность. То, что мы считаем профессионализмом и ответственностью. Мы с вами затронули тему различных мнений, насколько мы готовы к восприятию многообразия каких-либо позиций, взглядов и прочих вещей. Наш исторический опыт, наша включенность в политическую повестку, вплоть до того, что мы свои тепличные посевы синхронизируем с политическим календарем, насколько, скажем так, мы готовы к тому, что политическое крымско-татарское пространство будет не вот таким единообразным. Насколько мы готовы к тому, что оно будет играть и идеологиями, и позициями, и мнениями, и так далее. Мне кажется, вот за тот весь период, который мы уже имели опыт, этот политический опыт в Крыму. Мне кажется, наши институты, ну, они были... Я даже не знаю, как это правильно и корректно назвать, но давайте назовем это единообразными. А тот исключительно опыт инакомысля, который мы имели в Крыму, я имею в виду события 1997 года, он завершался банальным изгнанием. То есть вот эта вот история про canceling culture была в тренде у крымских татар еще задолго до того, как это стало модным везде в мире. Мы готовы к тому, что наша политическая палитра будет яркой. Мы готовы к тому, что наши традиционные институты станут площадкой для большого разнообразия политического. Мы готовы к тому, чтобы делиться по идеологиям, а не по группам влияния, а не по группам интересов. Мы должны осознать необходимость этого, и мы должны, мы обязаны к этому стремиться. Вот 20 лет украинской нашей бытности ну, я не сказал бы, вытравили, но сформировали убеждение, что должно быть вот некое единообразие. Любое отступление от условно-генеральной линии партии является неким отступничеством, предательством, пятой колонной. Но мы забыли то же самое национальное движение, в котором были представлены различные группы, было то самое многообразие, не было никакого политического колхоза с председателем. И именно это многообразие, именно это, этот механизм, позволяющий выявлять пассионариев, позволил народу вернуться в Крым. и отстоять свое человеческое национальное достоинство. Политическое многообразие, наличие сильной оппозиции, наличие права на другое мнение, наличие обязательной конкуренции, честной, открытой конкуренции, является одним из залогов, одним из тех предохранительных механизмов, которые не позволяют запускать механизмы в некой отрицательной селекции. Крултай крымско-татарского народа возможен в контексте оппозиции, в контексте представленности вот того многообразия мнений? Учитывая весь бэкграунд, учитывая сегодняшние ситуации, вдруг когда-то у нас будет возможность? Я верю, что в будущем мы сможем собрать Крултай, и на этом Крултай будут представлены различные силы, различные точки зрения. В этом условном национальном парламенте будет открыта честная конкуренция. Без этого мы не сможем нормально развиваться. А придут ли те самые условно мы называем оппозиционерами? Представители тех или иных мнений придут ли в этот орган? Будут ли баллотироваться делегатами? Если в народе будет понимание того, что выборы являются честными, что другая точка зрения возможна, что человек придя став частью Крултая сможет открыто высказывать свою точку зрения, его не затравят, его не назовут агентом, его не назовут врагом народа, его не причислят, не запишут представителя пятой колонны, то, конечно, это будет. А когда людям не дают права высказывать свою точку зрения, они уходят в себя. Когда вам не дают права говорить то, что вы хотите, вы просто молчите. когда вам не дают возможности, когда вам не дают права делать то, что вы хотите, вы ничего не делаете. То же самое происходило и с теми органами самоуправления, о которых вы говорите. Ведь в них любое инакомыслие просто вытравливалось. и поэтому люди с другими взглядами, не отличающиеся особой лояльностью, послушностью, контролируемостью, просто не могли вписаться в эту систему. И народ лишался их потенциала в рамках вот этой системы национального самоуправления. Вы посмотрите, вот я общаюсь, элементарно, с надрогой объектировал. Это не голова, а дом советов. Столько идей, такой потенциал. И народ лишился возможности использовать этот потенциал в рамках вот этой системы. А таких людей же было много, в том числе из тех 16, которые ушли. И если кто-то и смог реализоваться потом в будущем, то это не благодаря, а вопреки сложившейся системе. Это благодаря своим личным качествам, своей личной энергии, своей личной харизме. Профессионализм. Профессионализм, да. А наша система не должна так работать. Ты можешь быть моим врагом, ты можешь быть моим оппонентом, но если твой потенциал, твой интеллект принесет пользу обществу, принесет пользу народу, он должен быть востребован. И я должен ценить этот потенциал и пытаться холить и лелеять такого человека, пусть даже моего идеологического противника. Держать рядом одним словом. Нет, не держать рядом, а давать возможность реализовать себя на общее благо, результатом которого буду пользоваться в том числе и я. Вот эта фраза Вольтера, я не согласен с вашим мнением, но я готов умереть за ваше право его высказать. Вот в нашем случае должно быть нормой, правилом поведения. Я тут недавно читала один очень большой текст, текст, который написан человеком, который пока не может говорить слух и громко. И там косвенно не называются, не называют имен, но в этих строках я нашла тезисы про вас в том числе. А в частности относительно вашей позиции договариваться со всеми, если это выгодно. Скажем так, дана была критическая оценка вот этому вашему правилу, договариваться, если есть возможность, если есть реальность защитить права, защитить, получить какую-то выгоду. У меня сложилось впечатление, что Джимиль Темишев сегодня такой себе оппозиционер, Джимиль Темишев сегодня такой себе иноагент условно. Как вы оцениваете такую историю про вас? Каждый человек имеет право оценивать других так, как считает нужным. Вот это моя особенность. назовем это так, как вы говорите, договариваться со всеми. Она выработалась в результате участия в очень сложных, очень, я бы сказал, драматических процессах своих. Я имею в виду свои уголовные дела. Когда человека закрывают и к тебе приходят его отец, сын, жена, когда приходят старики, которым, может, осталось не очень долго жить и говорят спаси его, вытащи его, ты немножко переоцениваешь понятие приемлемости, неприемлемости тех или иных методов. Ты приходишь к следователю, ты приходишь к прокурору, ты приходишь к судье, и, может быть, даже если эти люди тебе, мягко говоря, не симпатичны, но ты ощущаешь весь груз ответственности перед теми детьми, стариками, женами, родственниками своего подзащитного, ты свою личную симпатию, антипатии убираешь в сторону, включаешь циника и пытаешься этого человека вытащить. Говоря о цинизме, я говорю о искусстве называть вещи своими именами. Точно так же, как хирург, спасая жизнь человеку, вынужден копаться в крови, в гное, в каких-то нечистотах, но цель этого спасения жизни. Поэтому порыв развернуться и уйти, разбить посуду, сказать, с этим я не буду договариваться, с этим я не буду иметь никаких дел, это ниже моего достоинства. Это история не про ответственность, это история про личные амбиции. Если вы ответственны, если вы понимаете, что на ваших плечах ответственность за судьбу конкретного человека, у вас нет, не будет права так развернуться и уйти. когда вы ощущаете ответственность за судьбу одного человека, я уже не говорю об ответственности за судьбу за будущее целого народа. Те люди, которые, как вы говорите, критикуют меня, не критикуют, я бы не применяла, ну, скажем так, ну, скажем так, да, оценивают, дискутируют с вами, да, дискутируют с вами. Они, скажем так, никогда не позволят себе такой же отзыв, такое же отношение, по крайней мере, публичное. Например, Кардагану. Он лавирует, он отста... У него есть понятие своих личных интересов. Турецких. Турецких интересов. А у нас должны быть свои интересы. Вот в данном случае я отстаиваю интересы конкретного человека. А у нас еще должны быть силы, институты или те же самые инициативные группы, которые будут отставить интересы крамскатарского народа. Не Москвы, Киева, Стамбул или Вашингтона, а наши, скажем так, выстраивать идеологию крамскатарского, здорового крамскатарского национализма. Да, встречаться, общаться, где возможно договариваться, находить компромиссы даже с теми, которые, могут быть для нас не всегда приятны. Вы знаете, я всегда исхожу из убежденности о том, что сила крамскатарского национального движения, да и вообще крамскатарского народа, заключается в его человеческом капитале. То есть, мы выжили благодаря нашим людям, мы состоялись благодаря нашим людям. И вот сегодня, когда мы вновь переживаем какие-то такие вот сложные времена, осевые какие-то времена, всегда стоим перед выбором сохранить свой человеческий капитал, либо сохранить свой репутационный капитал, который у нас сложился за годы советского диссидентства. Каков бы выбор был ваш? Тут каждый делает свой выбор. Если вы говорите о принципе «адын чеканчез джанэн чексен», или «нас растят чужие взоры», этот фактор очень сильный в нашем народе, в нашей ментальности. Мы очень дорожим своей репутацией, мы очень оберегаем, что бы люди не сказали, как бы на нас ни посмотрели. Но это как любое явление имеет две стороны. Это явление имеет как положительную, так и отрицательную сторону. А положительной стороне это явление не позволяет нам сделать что-то плохое, совершить какой-то неблаговидный поступок. Но с другой стороны это убивает в нас инициативу. Лучше отмолчаться, лучше отсидеться, чтобы люди ничего не сказали. Это не история про ответственность, это не история про зрелость. Недаром в Коране говорится о том, что Всевышний нас будет судить не по количеству лайков или там уровню нашего рейтинга или по результатам социологических опросов, нас будут судить по нашим намерениям, по нашим искренним намерениям. История про зрелость, история про ответственность это история про принятие решений, про риск, может быть, сознательный риск, в том числе и собственной репутацией. В некоторых делах, в которых я участвовал и о которых, я думаю, многие знают, я шел на осознанный риск, понимая, что в случае провала я никогда не отмоюсь. Это история про нашего известного бизнесмена, мецената. Я никогда так не рисковал прежде своей репутацией. но если бы тогда я не сделал бы такой выбор, я уверен, что все сложилось бы очень плохо. Поэтому, да, нужно стремиться соответствовать и принимать во внимание мнение окружающих, но иногда, когда вы зрело ответственный человек, и вы понимаете, что правильно поступить вот так, как вы поступаете, нужно идти вопреки мнению. Нас будут судить за наши намерения. И если в будущем приходится кусать локти, то лучше кусать собственные локти. жить и умирать ради чьих аплодисментов нельзя. рационально, рационально. Еще давайте переключимся с вопросов репутации, потому что это такая достаточно тонкая грань, и здесь каждый исходит из собственного представления об этом. мы сейчас с вами точно переживаем процесс смены поколений. И вот мы с вами общались до начала записи эфира, мы с вами общались о том, что вы наблюдаете определенные эти истории, когда люди пытаются находить друг друга, молодое поколение пытается обсуждать какие-то вопросы и так далее, и так далее. То есть пытаться создавать какой-то свой тесный мир, где комфортно, где есть единомышленниками. Вот в этом контексте смены поколений меня всегда интересует исторический момент, да, и что мы выносим из этого исторического момента. Я сейчас попробую очень аккуратно и очень корректно пройтись большими мазками по этим нашим этапам, говоря о депортации, при всем трагизме, при всей той трагедии, которую мы пережили, мы вышли из нее совершенно другими людьми. Я считаю, что мы из своего аграрного состояния перешли в индустриальное состояние. Пусть вынужденно, пусть со слезами на глазах, но и в том статусе, в котором мы были, фактически статусе таких заключенных, которых определили на какие-то производства, но тем не менее мы погрузились в эту атмосферу совершенно иного представления о себе. Мы в конечном итоге получили совершенно другой народ и профессионально, и с точки зрения процессов мышления и определения себя. Возвращение в Крым нас опять поменяло. Из какой-то стабильной бюджетной жизни мы переместились в жизнь бизнеса. И то вынужденное перемещение в новый статус сформировало у нас какой-то потенциал для принятия самостоятельных решений. Поэтому у нас появилась бизнес-элита, которая может брать на себя большую ответственность иногда, чем какие-то политики, либо политические деятели, либо люди с амбициями на политическое участие. Нынешний этап, который мы переживаем, как вы думаете, к чему он нас приведет? Какие выводы или как нас поменяет эта сегодняшняя история? Сегодняшняя история помогает нам вспомнить или напомнить нам о кого-то заново научить принимать самостоятельные решения без оглядки на окружающих. Мы привыкли, что есть некая организация, есть некоторые люди, которые за нас примут правильное решение, за нас это решение не реализуют, а если не реализуют, то виноваты они, а не мы. А сегодняшняя действительность учит нас тому, что все, что мы делаем или что не делаем, это наша личная ответственность, наш личный выбор. Мы из этого периода времени, я думаю, выйдем более самостоятельными, более сильными и приблизимся к той субъектности, о которой я говорю. Я думаю, в этот период он выявит еще и вот этих пассионарных людей, которые готовы жертвовать собой, своим временем, может, своими какими-то благами ради общего, ради интереса народа. И эти пассионари в будущем, я надеюсь, сформируют национальную элиту. продолжая разговор про национальную элиту и про смену поколений, мне кажется, мы сейчас точно находимся в том состоянии, когда новая элита, интеллектуальная или политическая, или творческая, она формируется в абсолютно разных, иногда на разных полюсах находится, в абсолютно разных условиях. Сможем ли мы синхронизироваться? Будут ли ценности этой элиты, новой элиты, молодой элиты где-то совпадать? Будем ли мы одинаковы в своих... В моделях поведения мы точно будем разные, но будем ли мы одинаковы в своем воззрении на завтрашний день? У меня есть ощущение, что те, кто состоялся за это время здесь, он мотивирован в большей степени несправедливостью, травмирован вот той средой, которая вокруг нас находится? Как вам кажется, как будут эти процессы синхронизации происходить? Ну, условно, скажем так, активные, влиятельные, энергичные люди, которые живут в Крыму, в Украине, в Киеве, в Москве, в Турции, в Америке, это совершенно, ну, если не разные, то, ну, не похожие друг на друга группы, они разорваны, они живут в разных действительностях, их мировоззрение, миропонимание, может быть, даже целеполагание формируется под воздействием разной, а разной, разной среды. И, конечно же, эти группы будут спорить, конфликтовать, иногда открыто враждовать друг с другом. Эти группы будут по-разному оценивать происходящее конкретно в Крыму. Эти группы будут по-разному формулировать цели, задачи, пути решения конкретных проблем. Но когда представители этих групп смогут переступить через свои личные симпатии или антипатии друг к другу ради общего блага, вот тогда эти группы превратятся в настоящую зрелую активную элиту политическую. Вот эта энергетика, которая нас разделяет, она очень сильна. Энергетика, которая питается чистолюбием, тщеславием, своими личными, как я говорил, симпатиями, антипатиями, давней враждой, какими-то давними историями, она очень сильна. Но наша любовь к Крыму, наша любовь к народу, наше стремление сохранить те крупицы, которые так дороги нам, нашего исторического наследия, нашего будущего, вот это намного сильнее. Энергия разрушения, энергия, которая нас разделяет. Со временем, я думаю, что мы сможем, будучи, находясь на разных полисах, договариваться ради общего блага. Только так мы сможем выработать, вырастить в своем народе политическую элиту. раз у нас в студии адвокат, раз у нас в студии юрист, было бы, наверное, странно не спросить вас про закон и наше крымско-катарское отношение к закону. Мне кажется, у нас есть своеобразное отношение, оно продиктовано, ну, вообще наше все социальное поведение, оно продиктовано тем опытом, который у нас сложился, да, опытом историческим, я имею в виду. Так уж получилось, что практически вся новейшая история, это опыт недоверия политическим институтом, да, и вообще институтом государства. О каком бы государстве мы сейчас не говорили, о советском государстве, о украинском, о российском и так далее. То есть это опыт недоверия. Если этот опыт своеобразного отношения к закону пролонгирован во времени, то это становится определенным правилом не принимать всерьез его внимание игру по правилам, уж простите за тавтологию, да. Как вам кажется, способны ли мы способны ли мы играть по правилам, способны ли мы соблюдать закон вот в контексте нашего опыта? Закон без справедливости это воля сильного, навязанная окружающим силой страха решеток, наручников. Но это не закон. В свое время законным было рабство, было законным крепостное право. По действовавшему закону на тот момент нас изгнали из родных очагов. По действовавшему на тот период времени закону нас не пускали. Не пускали в свои дома. По действовавшему на тот момент закону репрессировали и уничтожали десятки миллионов людей. Поэтому закон сам по себе не может заслуживать уважения, если в нем нет необходимой составляющей справедливости. Вот когда общество понимает, что установленное государством правило поведения является справедливым, тогда общество, каждый гражданин уважает этот закон и соблюдает и стремится к соблюдению этого закона. Когда же в этом законе, когда же в правопримительной практике нет элемента необходимого справедливости, то такая реакция является вполне естественной. Закон не уважают. Я очень надеюсь на то, что наше законодательство и наша правоприменительная практика будет меняться в лучшую сторону и государство даст возможность людям осознать, что закон справедлив, когда он будет таковым. И вот в этот момент, конечно же, мы будем самыми законопослушными, мы будем самыми добропорядочными гражданами. Но когда закон и когда правоприменительная практика направлена на подавление нашего национального человеческого достоинства, когда закон используется не для того, чтобы выстроить приемлемые для общества рамки правила поведения, а закон используется как некий ошейник, некая плеть, конечно же, к закону отношение будет соответствующим. Это такая взаимная история. Взаимного доверия. Да. Саунс, вместо блицев я вам предложу три тезиса, на которые попрошу максимально такие емкие, короткие ответы дать, если можно. Крымско-татарский патриотизм это? Мне нравится такое понятие определение. Это речь шла о традициях, но я могу сказать это и о патриотизме. Это не только умение собирать пепел, но и стремление поддерживать огонь. Родина это? Для меня Родина это моя мама, моя бабушка. Это то отношение Крыма, которое передается с молокоматери, с рассказами с утра до вечера моей бабушке о Крыме, о Барпате, о море. Это своеобразное отношение именно к этой земле. Что значит быть крымским татарином или крымской татаркой? Для меня крымская татарскость это не история про этничность, это история скорее про идеологию, про восприятие мира, про восприятие прошлого и ответственность перед будущими поколениями за будущее это быть частью народа, а не называться ее. Быть, а не казаться. это проект меркес груш кен джи груш джи джи Субтитры создавал DimaTorzok